ОМТВЮА про Головне. Что НАТО не собирается создавать независимое. Мы хотим мира. Казино смерти Владимир Пастухов. Наиболее вероятно, что пока мир избежит ядерной войны. Я думаю, что он понимает, что после использования ядерной оружия он будет не способен сохранить свое жизнь. Я в этом уверен. Зеленский предлагает Западу проявить мужество и сделать свои ставки в казино смерти на решимость Путина применить ядерное оружие. Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Сразу же начали говорить о том, что мы бряцаем ядерным оружием. И все. И нет в Мелкобритании. Сверху только вода ходит. Мы не бряцаем. У нас по количеству их в разы больше. Разрешение на использование современного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, поставляемого Украине странами Запада, теоретически действительно может сильно ослабить способность ВСРФ вести наступательные операции на фронте. Хотя предсказать последствия точно довольно сложно. Вопрос о том, что за этим последует. Зеленский считает, что это будет способствовать росту мотивации Путина заключить мир. Но возможны и другие сценарии. Чем меньше обмежения у нас будет щедо эффективного выкористания зброи, тем больше Россия будет намагаться рухаться в напрямку мира. Мы считаем, что украинцы должны сами решать, как использовать это оружие. Они защищают свою страну. На них незаконно напал Путин. И они сами должны принимать такие решения. Мы не обсуждаем никаких ограничений. Давайте будем абсолютно честными. Россия атаковала Украину. И Украина имеет полное право наносить ответные удары по России. Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта. Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз в СУИ такие вещи не упоминать. Путин и так заинтересован в мире, но на своих условиях. Зеленский тоже вроде только о мире, но, естественно, также только на своих условиях. По законам математики слово «мир» можно вынести за скобки и сосредоточиться на условиях. Давайте будем договариваться. Любая пауза в войне с сохранением за Россией оккупированных территорий сегодня устраивает Путина, так как сохраняет его власть над Россией и не устраивает Зеленского, так как практически неизбежно приводит к потере им власти в Украине. С кем говорить-то, если говорить? О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. И наоборот, любая пауза в войне с потерей России оккупированных территорий, даже без Крыма, с большой долей вероятности ведет в России к революции или государственному перевороту, что, естественно, не устраивает Путина и выгодно Зеленскому, который в этом случае все-таки получает шанс сохранить свою власть. И это проблема. Естественно. Таким образом, помимо войны между Россией и Украиной, у которой много вариантов окончания, мы имеем политическую дуэль двух лидеров – Путина и Зеленского, ставших заложниками этой войны. Для них этот конфликт – игра с нулевой суммой. Мир на условиях Путина с сохранением хотя бы части оккупированных территорий. Зеленский почти сразу уходит. Мир на условиях Зеленского, то есть без территориальных уступок со стороны Украины. Путин не сразу, но неизбежно уходит. Для обоих политическая судьба давно уже стала ставкой в казино смерти, и оба осуществляют политическое руководство своими странами в стиле гэмблинг. Это опасные игрушки. Нет ни капли сомнений, что Зеленского не остановит риск перехода войны в ядерную стадию. Для него это давно сопутствующие политические потери. Проблема в том, что и положение Путина симметрично. В конечном счете, если опустить все промежуточные этапы, то Путин и Зеленский должны при логичном и последовательном развитии событий оказаться перед выбором. Либо потеря власти, либо ядерная война. А там как пойдет? Для нас все зрозумело. Просто для Зеленского дорожка к этому моменту истины в два хода, а для Путина в один. Зеленский сначала должен убедить Запад предоставить Украине военную помощь, достаточную на деле для сдерживания России. Это включает в том числе разрешение на удары западным оружием вглубь российской территории. А уже потом дискотека. Путин может устроить дискотеку без посторонней помощи в любой момент, когда поймет, что ситуация на фронте стала угрожающей для его власти. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Запад в этой ситуации поставлен перед довольно непростым выбором. Он должен для себя понять, готов ли он зайти в это казино со своими фишками. Или, как говорят британцы, это не тот холм, на котором мы готовы умереть. Рационального ответа на этот вопрос не существует. Это в значительной степени ценностно-религиозный выбор. Но объективные замеры общественного мнения показывают, что желающих умереть на этом холме с каждым месяцем в Европе становится все меньше. Это будет таран. Это будет вабанк. Это будет два самолета, летящие лоб в лоб друг к другу. Это, похоже, и есть объективная реальность, данная Зеленскому в ощущениях. С приходом к власти Трампа ощущения будут оформлены юридически. Остается, конечно, вопрос, захочет ли Байден раскрасить свой почти неизбежный политический уход яркими красками взрывающегося неба. Но думаю, это все же вряд ли. Поэтому наиболее вероятный итог первого раунда – пока мир избежит ядерной войны, а Зеленский последует уготованной ему судьбе. Наши люди – приоритет. Наши земли – приоритет. А все, кто там в Кремле, поверьте, они закинчат погано. Но они точно своей смертью не закинчивают. По ситуации, ну, все мы знаем, в Часофьяре под Волчанском там несколько зависло наше наступление. Хотя разведка Испаньола и зашла в Часофьяр. Ну, это хороший знак, да, но это не означает взятие Часофьяра. В итоговом коммунике будет написано «Украина необратимо должна стать членом альянса». Они вот буквально там три дня назад в Донецке продемонстрировали, что у них со снарядами и боеприпасами все в порядке. Там разбили мою любимую заправку РТК, но это «Хаймерс». Целили, возможно, в перинатальный центр, он прямо за автомобильной развязкой, буквально в нескольких сотнях метров.